Всем привет! Неплохо было бы приобрести фирменных насадочек для шлифовальной ленты. 23 доллара за штуку. Мама родная. 102 евро за штуку. Наверное золото высшей пробы. Итак, как заработать за 1 час 102 евро? Да очень просто. Найти токарный станок не проблема. Я думаю, у многих мастеров они стоят в кладовке. Кусок железа найдется у каждого. Хорошая сталь в картриджах от лазерных принтеров. Хорошо обрабатывается, пружинит. Сначала протачиваю хвостовую часть. Теперь переднюю часть. И отрезаю. Протачиваю рабочую часть. Сверлю отверстие. И нарезаю резьбу М2,5. Теперь нужно сделать шайбы. Отрезной резец очень широкий. Поэтому отходов больше, чем сами детали. Вроде все получилось. Ну, почти все. Предвижу ухмылку на ваших лицах. Где я возьму резиновую втулку? Да? Все намного проще, чем вы думаете. Берем кусок резины. Резина не простая. Резина сырая. Резина сырая. Настя. Специальная форма. Это не проблема. Я думаю, что у каждого мастера в ящике с инструментами найдется такая. Вставляем стальной сердечник и накручиваем на него резину. Ставим заглушку и зажимаем в дисках. Лишняя резина под давлением вылазит через специальные отверстия. Между формой и тисками ставлю картонные прокладки. Это для теплоизоляции. Теперь резину нужно сварить. Ничего под руку не попалось кроме паяльника. Нагреваю до температуры 160 градусов. Приблизительно и даю остыть. На все это ушло всего лишь 7 минут. Разбираем форму. И выталкиваем резиновую втулку. Заварилось в грудую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Теперь собираем и смотрим что у нас получилось. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А получилось не хуже заводской, а может быть даже и лучше.